Ночь музеев развернулась в нашем городе на нескольких площадках. В музейно-выставочном центре для посетителей приготовили мастер-классы, связанные с изобразительным искусством. В детской библиотеке прошло мероприятие «Мода на традиции». И в Краевеческом музее работники подготовили для гостей квиз, ребусы, мастер-классы и различные конкурсы. Действие продлилось с 6 до 10 вечера. Музей в этом году выбрал для себя тему «Медведя» и назвал свою программу «Берлога и компания». Почему «Медведь»? «Медведь» является традиционно одним из главных персонажей сказок, былин, мифов. Поэтому Мишка, который наш родной, стал героем нашей программы. Мероприятие посвящено Году культурного нематериального наследия и направлено на поддержание интереса наших сограждан к истории своей страны. В «Берлоге» посетителей ждала медведица, которая стоит в музее уже более 20 лет. В этот же вечер состоялась премьера выставки спектакля «Я табуретка», созданной совместно с артистами Новоуральского театра «Куколсказ». Все понравилось, очень много всяких развлекательных вещей и для детей, и для взрослых. Очень интересные выставки и вот вопросы. Мы тут конфеты заработали, поэтому очень прекрасное мероприятие. Мы ежегодно с ребенком ходим на это мероприятие, вне зависимости, какая погода, всегда стремимся. Дочь мне планово говорит о том, что надо прийти, потому что для нее это очень интересно. Погружение, во-первых, исторические факты. В этот раз меня удивило, что все посвящено медведю. Очень интересные загадки, ребусы и так далее, интерактивы, которые с удовольствием и мой ребенок, и я сама участвую. Поэтому здорово. Это такая акция, которая позволяет погрузиться в какой-то мир интеллектуального творчества. Горожан будет ждать еще одно культурное мероприятие – «Библия-ночь». 28 мая все любители книг соберутся на ежегодной акции, которая состоится в Центральной библиотеке. Пройдем вместе по следам культурных традиций. Елена Мельникова, Виктор Малышев, Геннадий Донгузов. Объектив. Итоги.